Привет, ребята! Как вы знаете, мы живем в Канаде, а в Канаде Новый год не очень отмечают или вообще почти не отмечают, зато очень сильно отмечают Рождество. И поэтому у нас сегодня Рождество и были рождественские подарки. Я хотел вам показать, что я получил на Рождество такие подарки. Открыточки были всякие разные много, очень часто с такими индейскими мотивами. Типа стоит, девушка, две лошади, штанишки я получил, какие-то крутые, типа российских адидасов, чтобы я тоже, как все русские пацаны, мог на корточках сидеть и пиво пить. Вот так вот. Сейчас покажу вам все подарочки. Том, пачку носков я получил, или носок, чулок носков, правильно? Ага, какие-то термальные, такие-то, для холодной погоды. Это есть очень хорошо, потому что сейчас холодно. Потом я получил вот такую вот коробочку, там четыре конфетки. И написано Kisses. Короче, это поцелуйчики. Это, короче, этот бог ожирения мне уже шлет воздушные поцелуи. Ну, что я еще получил? Получил лекарство я, короче, потому что я на восьмом месяце беременности, и пузо у меня растет и растет, и надо поддерживать. И вот сыр какой-то, хрен знает какой, очень крутой такой. Короче, это какой-то острый, с перцем, а это просто такой очень деликатный, такой этот, деликатесный. Когда это с этим... С вином, с вином. Сыр, короче, можно кушать. Так, потом что? Потом то, о чем мечтали большевики давно. У нас есть такая книжка. Есть, короче, такое общество, ну, как, которое издает книги, так это... Ну, ну, вот, допустим, про грибы, да, может, всякий мудак сесть и написать книжку. И таких книжек очень много. И возьмешь их и плюешься, потом думаешь, добери на эту книгу только в сортир, знаете, там это. А хочется что-нибудь хорошее. Вот такая вот это. Ну, как, допустим, когда я ищу информацию в интернете, ну, самую надежную как-то находишься равно в энциклопедии или википедии, да. Так и вот эти вот источники. У меня от них есть книга, описывающая всех птиц в Северной Америке. Она сопровождается фотографиями, что очень хорошо, допустим, если птицы, то там женского и мужского по птице есть. И, ну, хорошая информация такая, я считаю. И для грибов мы купили в прошлом году. И вот я очень хотел еще тоже это, кустарники и деревья тоже в Северной Америке. Потому что, знаете, в русском знаю, как называется, в немецком знаю, а в английском не всегда, знаете. А если знают, то это, ну, как это, слышат людей просто, как и в России тоже, знаете, там называют, черт его знает, как чертополохом каким-то. А научное название может всем другое, поэтому мне тоже хочется это научно так более-менее знать, а не просто так. Так. А потом у нас была такая проблема, что это, ну, дети уже все взрослые, все сами себе зарабатывают, знаете, и купить, и угодить что-то это, ну, трудно, очень трудно. И поэтому так подумали, подумали это, и решили, что в этом году особо сильно покупать не будем, а просто это, ну, каждый может себе позволить купить, что ему нужно, и он знает лучше, что ему нужно, правда. А если он найдет и скажет мне, вот именно вот это нужно, это уже не новогодний подарок, правда, не рождественский подарок. Ну, и поэтому в этом году просто взяли эту большую коробку, такую пластмассовую купили, которая тоже очень удобная и хорошая, там, и стоит денег. И загрузили ее полностью такими вещами, которые все равно рано или поздно покупаешь. Ну, там, допустим, кофе, сыр, знаете, ну, продукты, в принципе, питание, да, так это. И сладости там было много, и то есть у коробки там это все это. Ну, и дети были в восторге, знаете, ну, еще так немножко с элементом игры, таким это не просто вот тебе подарок, там, это, медведь тебе крышку, да, от люка на голову. Не, это, ну, допустим, вот это, приоткрываете крышечку, не заглядывая, засовываете руку и вытаскиваете. Вот это, и это будет ваш подарок. Ну, элемент игры такой был, всем очень понравилось, и дети довольны, в принципе. Ну, а большой ребенок, дядя Лова, он тоже сидит, сделал подарки, он пошел в интернете, нашел. Это, ну, конечно, жадные очень, самые дешевые. Когда он книжку покупал, знаете, на Амазоне, допустим, если покупаешь там на 25 баксов, тогда пересылка бесплатная. И поэтому, если что-то купил, то стараешься еще что-то прикупить, чтобы выйти на сумму 25 баксов, да, сэкономишь потом на пересылке. И я себе ножик купил за 10 баксов, искал, искал самый такой, это, ну, китайский, конечно, это, ну, в смысле самый дешевый, да, хотел. Потому что я уже в прошлом году видели, наверное, китайский покупал и посеял, я вот, блин. И с медведями я воевал с ним, это он был у меня, а потом эти воры, злобные сволочи украли его. Ага, теперь будет вот у меня китайский ножик такой, ну, тупой, но зато крутой, видите, это, кружок тут есть такой, шкуры снимать, а тут пила, я с деревья можно пилить, с бобрами вместе выходить, в стройпряды ходить, работать. Пошучу я, что вы. Это, конечно, эти чехлы, все это туфта, дерьмо полнейшее, они отвариваются, не знаю, очень быстро, не теряешь, потом ножик, но все равно приятно, типа, можно и на ревень повесить, ходить, ну, и потом я, наконец, купил себе мачете, самый дешевенький, за 9 или 10 баксов, тоже, ага, ну, тоже сделано в Китае. Ну, что мне приглянулось от металлов цены, знаете, ручка, видите, вот здесь эти шурупы, да, по всей ручке проходит, то есть это не так быстро отложится, может это, и футляр идет такой, туфтоненький, ну, и пойдет так, кустики подрубливать где-то, то все, чтобы валялось где-то там это, фадрихи, тот у меня, который самодельный есть, тот мощный, хороший, тот всегда будет с собой, тот для самообороны, а этот, чтобы действительно где-то кустики подрубать или что-то, ну, потому что мачете, они все равно очень хлипкие, а нам нужно что-то помощнее, и мы нашли вот такую штуку, называется она панга, по-моему, да, типа парангов там, ага, панга, это в калузийские, фермеры, по-моему, ребята рабочие, ими пользуются, ну, так я посмотрел, тоже сравнил, да, их не такой уж большой выбор, но здесь тоже, видите, лезвие там, потому что, допустим, этих знаменитых, там, муш, там, муш, ну, какие-то у них отломаются, лезвие, я видел иногда, ревью, прямо, ага, а у этих, надеюсь, не отломается, потому что не отломится, потому что проходит по всей рукоятке, ну, такой, хороший вес такой, они больше действительно для такой, ну, те ребята, конечно, в Колумбии, там, для сельскохозяйственных работ, там, бамбуковые плотации, то-се, сахарные тростники, там, или что, ну, а мы посмотрим, да, ужасно острое, и посмотрим, как оно будет это работать, ну, я думаю, будет работать хорошо, потому что я видел ревью, там, народ натуральный, там, это, такие дерева рубят, что ой-ой-ой, дети мне подарили вот такой вот дезодорант, только для ног, чтобы они не лопались, не пересыхали, ни то, ни сё, и я очень рад, у них какой-то натуральный, тут пчелиного воска, там, и елочные, там, экстракты, и то, и сё, ага, потом я сам себе подарил еще вот такой вот мультимета в Китае тоже, потому что посмотрел в супермаркете, в нашем можно купить, блин, ну, где-то, не знаю, там, 15 баксов, хотят 20 баксов, а у меня, там, ну, я постоянно боюсь, электричество, там, сам все делаю, знаете, в домиках, в кабинах, там, и в одной у меня постоянно что-то выбивает, барахлит, у меня есть такой древний, знаете, это, как он называется, механический, со стрелочкой туда-сюда, да, я его уже несколько раз так замыкал, ну, много-много лет он уже меня, и когда в автомобиле, тоже, знаете, там, когда генератор, то все, и вот с этими моторами, недавно там, с отоплением увиденное, там, это, шкодничал, там, лазил, тоже ковырялся, ну, такая штука, ну, знаю, всегда мечталось, о том, смотришь, там, это, большие дяденьки в Ютубе, там, всегда замыряют такими дигитальными, думаю, я себе когда-нибудь разбогатели тоже куплю, и вот решил на этот Новый год, на Рождество подарить сам себе, и китайские братья мне прислали, пересылку у них, как всегда, бесплатно, вот, он внутри что-то болтается, будет, он тут работать, он его знает, но зато есть теперь, ага, ну, и потом мне подарили офигенную книжку, Science Fiction, то есть, это, как-то научная фантастика, да, какая-то довольно оригинальная, это товарищ писал короткие рассказы, сравнимо по таланту с Уильям Сиднией Портером, то есть, о Генри, который тоже был мастер такого жанра, коротких рассказов, и это, он из Латинской Америки писатель, ага, самый такой знаменитый, наверное, ну, почитаем, посмотрим, очень нравится, ну, и еще, конечно, сам себе подарил, еще один подарочек, который тоже уже давно был на повестке дня, это, ну, приезжали клиенты, стояли медведи, а руки очистить такими, это, ну, я-то привык, как раздельтя, я знаю, у меня в сафа на мешочке, там, кляпочки какие-то, туда-сюда, всякая фигня, там, это, шампала, типа, скидаю туда, и потом раз, почистил, и все, а хотелось что-то благородное, так это путем организованное, чтобы было, и тоже китайские братья помогли, подогнали, вот такой вот чемоданчик, такой набор, ну, здесь все есть, то есть, это для карабина, допустим, и для мелкашки, и для пистолетов тоже можно, бронзовые ёршики, втулочки, вот эти все, ну, это все, это херня, конечно, все остальное, но главное, что в одном месте, все в одной коробочке, знаете, что здесь очень приятно, и для всех калибров есть, и вот такой вот чемоданчик, еще это, не деревянное, именно металлические, что тоже есть приятно, можно его кидать везде, пинать везде, ну, и все, ну, и в принципе, потом баночку масла, там, и баночку, там, не знаю, керосина, вот такие вот подарочки, значит, на Рождество в 2015 году, добрый дедушка Мороз с красным носом нам принес, до свидания.